Про рультур, он когда начался, когда закончится, где? У нас всего три города. Это вот вчера Самара, сегодня Пензе, завтра Сарат-Сарат. Ну и потом, в течение еще. Ну да, в следующих месяцах. А шутки про пятницу сегодня будут? Вряд ли. Необходимы, да. А насколько реальна ситуация, которая вы в своих номерах описываете? Ну реально, наверняка, процентов на сорок. Все равно, в любом случае, откуда-то надо черпать идеи жизни, но вряд ли они рассказываются прямо на сто процентов. Потому что вряд ли мы все живем, знаете, волшебной, бурлящей и любимой жизнью. Конечно, приходится дорабатывать, додумывать, для того, чтобы это было смешно и понятное все. Вы говорили в таких ситуациях, что вы выступаете, а в зале абсолютно тишина, то есть народ не воспринимает, и как вы выступаете? Выступаем, мы говорим спасибо, и уезжаем в расправленную, грустную, не так сильно домой. Но тот образ, который мы видим на экранах, он соответствует с которым жизни, или это сценический образ? У меня вопрос даете? Вам всем, у вас каждого есть образ? Всем двоим. Ну мы, понимаете, просто это жанр новый стендап России, российского телевидения, и люди его привыкли сравнивать с тем, что есть. Но мы немножко другие, мы не звезды, мы не артисты, у нас нет образов, и ситуации, которые мы рассказываем, они реальны. Просто мы их через гротеск, с помощью шуток, будем донести смысл. И я думаю, вот Стас какой на сцене, он такой и в жизни. Факт. Как и там все остальные. То есть нет такого. Вот что мы придумали себе, да. У нас смешные вещи, смешные прически, чтобы мы распишли людей. Жанр не подразумевает вообще здесь образ. А вы сами себе пишете, или у вас есть авторский коллектив в вашем шоу? Мы и сами себе пишем, и друг другу помогаем, да. Такая совместная работа. А почему вы занимались длута? Как сами? Да много чем занимался, у нас же жизнь такая достаточно богатая, нам это уже всем за 30, поэтому мы занимались, и по профессии я, допустим, работаю. Какой профессии? Я журналист. Коллега. Да, коллега. Садитесь туда. Я работал в Comedy Club Production, занимался сценаристикой для стендапа. Ну, играл в КВН, много тип-таки дела. А вот что лучше, КВН или стендап? Что круче? Да, сложно сравнивать. Просто в определенный момент было круто то, потом перестало это быть круто. То есть стендап пришел взамен КВН? Ну, нет, наверное, нет. Нельзя так сказать, потому что я, допустим, вообще закончил играть, и через два начал заниматься стендапом. А вот вообще, когда запускался это шоу, вы прежде чем его на ТНТ запустить, говорят, вы где-то год по клубам, по барам оттачили на людях свое стендап мастерство, да? Ну, там не по клубам, по барам, там у нас была определенная площадка, на которой мы потом, собственно, проходили съемки. И мы в течение года, да, год даже, да? Ну, год, да. Год, да, готовили в рамках живых вечеринок, выступали, проверяли материал, понимали, как это будет. От момента первой вечеринки до первого эфира прошел год ровно, да. А вот сейчас к эфирам, когда вы готовите материал, вы тоже тоже репетируете? Ну, там такая же схема по-прежнему, то есть мы просто за год до выхода на телевидение работали, поэтому сейчас идет, у нас есть запас там полгода времени, чтобы создать материал, проверить, подготовить к съемкам и сделать. Есть ли такой стереотип, может быть, что девушки шутить не имеет, вот, как вы можете пропоминтировать? Ну, у меня мнение, что нет половых гендерных различий. Ну, то есть это же все равно определенного рода механизм, и есть просто различия, наверное, в какой-то восприятии мира, там, действительности, но не более того. Я не думаю так сильно, как ты считаешь. Я тоже абсолютно так считаю, что, мне кажется, что у него нету полу. Какие эти девушки, в общем, всегда меньше, думаю, эти девушки? Ну, их, в принципе, меньше в творческой работе, наверное, с написанием, с выступлением, это уж я не знаю, почему, я тут вряд ли могу сказать. Ну, наверное, там есть какие-то различия. Ну, это такой быт России. Это вот так, да. Да, как бы в Америке все кардинально по-другому. В Америке я не знаю, но на Западе, да. Ну, у женщины какая бытовая жизнь в России, уже прекрасно все знают. Ну, после 30, как бы, говорят, что у женщин в России нету жизни. Нету вот этой стадии девушки до какой-то... Вот Юль постоянно говорит, что рассказ, что ей так не идет личная жизнь. Это она накручивает или реально? Вы понимаете, все не то, что... У нас жанр стендап, это как бы целая философия. И нельзя все так буквально воспринимать. Потому что, опять-таки, она поднимает общие проблемы, чем, скорее, свои. Ну, через призму себя. Через призму себя. То есть, нельзя все вот так буквально все это воспринимать. У нас слишком все буквально воспринимается. У нас вроде юмористическая передача, а люди всерьез. Прямо с каким-то... Как у Соловьева прям. Прямо такая же ряда. Линейно слишком. То есть, все-таки... А вот это вот ты сказал, это вот так, вот прям вот точно. Это же шутка. Как бы она поднимает проблемы одинокой современной девушки, которая живет в большом городе. Ну, условно, если так, общими тезисами можно выразить ее выступления. Это не вот такие. Как там Стас поднимает проблемы, грубо говоря, молодой семьи, которая живет в России. С какими-то трудностями. Сталкивается. И каков ее быт. Ну, условно говоря. Ну, Руслан Белый поднимает какие-то там тоже социальные проблемы. Как он их видит. Все. И так, и так, и так. И все примерно работают так. Суничная жизнь страдает. От чего? Отработают. Я не знаю. Мы, собственно говоря, учимся, наверное, да. То есть, а у вас как-то в будущем? Может, ожидать, что ваше выступление перед собой, там, как Джимми Каррель или Карлин, да? Как еще раз? Ну, как Джордж Карлин, помню. Нет, нет. Да, я вам говорю, в чем суть? Я попустил на тем. Спасибо. Вы понимаете, все, что вы там смотрите, вот ваш типичный вопрос человека про жесткость, там, и так далее, и так далее. Вы не совсем понимаете законы телевидения и западного, и российского. То есть, вы смотрите Джорджа Карлина, который выходит на HBO со своим спешлом. HBO – это кабельный телеканал, у которого у каждого зрителя есть конкретный IP-адрес с возрастным, как бы категория с возрастной, то есть, там, 18+. Грубо говоря, на общественном телевидении в Америке Джордж Карлин бы со своими монологами не мог бы выступать, если вы там знаете, у него в 70-х были большие проблемы, где его там изменяли законодательство. То есть, когда мы говорим о жесткости, соответственно, мы должны понимать, где эту жесткость показывать. То есть, это не по общественным каналам идет, это не идет там по первому, по второму, даже не идет по NBC, понимаете? Грубо говоря. Ну, мы смотрим их, они нас вдохновляют скорее, понимаете, чем мы мучаемся чему-то у них. Они скорее вдохновляют просто. Пашка Воль вдохновляет? Да, конечно. Иземелья. Конечно, иземелья Ваши. Советует, потому что нет? Ну, мы не работаем с ним, не пересекаемся, скажем так. Просто у нас разные задачи. Ну, в Инстаграме он сегодня призывал идти. Произывал, да. Ну, это как противно. Театрика. Ну, а с коллектив уже все определится или, возможно, там, текущий, конечно? Ну, тут вот зависит все от того, насколько быстро будут появляться новые комики. Потому что, ну, у нас пошел фестиваль, и он показал, что их, конечно, много, но не так, как могло было быть. Ну, это мое мнение, что, ну, если они будут появляться действительно достойные, смешные люди, то, конечно, они будут, я думаю. Ну, это Руслан Сюльль решает, да, как организатор? Ну, там много ступеней решения, принятия решения. Есть ли у нас между собой конкуренция такая, то смешнее решить ее? Нет, это абсолютно работа, связанная. Мы делаем, как бы, одну телепередачу все вместе, поэтому конкурировать, это я, вот, лично, конкурировать и, Марина Завершу сказала, я, ну, то есть, мне не нравится соревнование, а кто смешнее, то странное следует. Расскажите, как происходит создание вот этих шуток? Записываете ли вы их на диктофон или, может быть, там, в окноте? Ну, конечно, тут я не могу рассказать, вот, допустим, механизм, когда происходит, процесс творческий, ну, естественно, у нас есть, там, кто-то, где-то на диктофон записывает, в этом блокноте не пользуется, кто-то ничем не пользуется просто, потому что все в голове придумывают, там, это все разгоняется, но нет какого-то конкретного. А кухня, в целом, стендап, как происходит? То есть, вы отдаете, допустим, сценарий своего выступления, там, редактору, там, Руслану, как прописиции какие-то происходят, расскажите? Тебе, расскажи, я буду на себя тянуть. Да нет, я не знаю. Нет, кухня, стендап, комедия, она, самое главное, это выступление, то есть, нет такого, что мы что-то написали, пришли, кому-то прочитали, он сказал, да-да. Нет, как бы у нас каждую неделю бывают по 3-4 выступления в Москве, абсолютно бесплатные, и туда приходят, там, около 100 человек, абсолютно незнакомые нам люди, которые по звонку записываются. Ну, то есть, эти шутки, они не проходят какую-то цензуру, вас не слушают, просто не идут на сцену, и не задают о своем. Как бы ты сам понимаешь, это смешно. Да нет, внутренняя цензура, ну, то есть, понимаешь, что это, ну, конечно, тебе советуют со своим, там, лучше это сделать вот так, а лучше это сделать вот так, а лучше это сделать вот так. Но ты в праве, там, да, думать, что нет, я сделал. Какой материал сам все скажет. А вот во время выступления случайски, не штабные ситуации. Не штабные? Бухой на сцену лезть, или текст забыть, что-нибудь такое, веселое. Да, вроде, вроде... Урежные случаи на работе, да? Да, да, да. Разлюбимся, эти истории. Ничего такого нет. Ну, вы молодой ленинец? Да, это моя. Я тут удивился, смотри, военный корабль с комбордом, одна буква. Одна буква. Можно мыслить. Да. Нет, ничего такого не происходит, конечно. Люди нормально сидят. Не знаю, как сейчас пойдет. Я, может быть, это вопрос из серии, но все, посмотрим. Бороться с творчеством. Ну, ждать, наверное, надо. То есть, если вы занимаетесь творчеством уже какое-то большое время, то эти кризисы, они рано или поздно наступают. Да это не кризис, мне кажется, просто усталость. Усталость, конечно. Ну, просто надо подождать. А нет вероятности, что более молодые и талантливые в это время не подвется? Я думаю, это было бы здорово, но просто пока не прорываются. И опять-таки хочу сказать, что мы немножко другими делами занимаемся, чем все привыкли видеть. У нас нет интриг, понимаете, вообще в этом жанре. Интриг нет. То есть, вот, когда вы задали вопрос о конкуренции, когда Стас отвечал, я еще добавлю по словам, что мы все идем к тому, чтобы Стас Старовой мог сказать именно ту шутку, которую может сказать только Стас Старовой. И мы все стремимся к тому и доходим до того этапа, что нам не важно, что у остальных, важно, что у нас у самих. Ну, точнее, у меня или у Стаса. Ну да. У Славы Комиссаренко, да. У нас такого нет. Ну, молодой комик, мы за него порадуемся, как бы. Мне важно, что у меня, ну, грубо говоря. Как развиваюсь. Как я развиваюсь, да, к чему я иду. Он есть молодой, да? Хорошо, он молодец. У него свой путь, да. У меня свой путь, у Стаса свой путь. Мы немножко, вот, как бы, все привыкли видеть там КВН и так далее, и так далее. Мы немножко другие. Это еще очень, да, сложно объяснить, потому что мы очень многие, мы сами еще толком не понимаем, ну, мы больше понимаем, конечно, внутри. Но очень сложно объяснить, да, донести. Ну, какова вершина развития? То есть вы развиваетесь, и как цель, да, к чему идете? Ну, цель в развитии, мне кажется, она, ну, мое отношение вот лично к этому, что не может быть какой-то цели, то есть, потому что если я до нее дойду, что я дальше-то я думаю, что... Ну, пока срочно вы какие-то ставите? Ну, к конкурсаментапе нет. Нет, ну, то есть ты развиваешься, становишься лучше, собираешь больше людей, становишься интереснее. Как вы определяете, что вы развиваетесь? Ну, я могу себе определить это. Я, в принципе, могу понять себя. То есть субъективная оценка? Безусловно, это субъективная вообще жанр, очень. Вообще геморсубъективная вещь, абсолютно. Да. Потому что, потому что это смешно, мне это не смешно, она уже не может, ну, как-то тут прийти. Я не могу вам доказать, наорать, наорать на вас, что это смешнее. Это же неправильно. Ну, я тему. То есть, только ты определяешь, на какой стадии развития она проще, в начале или уже на последнем, на субъективной. А вы следите за российским юмором, в принципе? Я, да. Как вот оценить стендап вот сейчас в сфере теоретики? Ну, он так и развивается. Ему всего год в эфире, понимаете? То есть год. Вот стендап тот, который, ну, я, допустим, с 2009 года занимаюсь стендапом. И если посмотреть на выступление в 2009 году, это же ужас и боль. Ну, это невозможно назвать вообще ничем. Нет описания к этому. Но я это определял для себя как стендап. И, то есть, соответственно, только через 5 лет получилось так, что, ну, у меня, допустим, я появился со стендапом на территорию. Давайте два вопроса, хорошие. Последних. Ну, хороший вопрос. Поэтому сложно сказать. Сейчас будете. Он только, только развивается. Мне просто интересно, доходы стендаперами позволять не думать о финансовых вопросах? Или где-то левачит кому приходится? Я вот интересно, по словам левачит, что-то разрывается. Грущиками я уже не работаю. Левачить нет. Я скажу так, что в стендапе... Я вам опять-таки сказал, что жанр стендап-комедии целая философия. Который там, один из основных квитов, на котором это стоит, это количество твоих выступлений. Я имею в виду, вот вы сейчас спросили про уровень развития, что чем больше ты выступаешь вообще, в принципе, тем больше ты развиваешься. Потому что это не только шутки, это еще и умение держать зал, умение его где-то отпустить. Ну, мы пока только учимся всему этому. И мы каждый концерт скорее рассматриваем ровно наполовину. Одна половина это как бы заработок, а другая половина это как бы опыт. Опыт. Опыт твоего выступления. И мы же единственные, не единственные, не хочу такие слова говорить, но мы коллектив, который всегда ездит только с новым материалом. То есть сегодня будет 90% нового материала. И он смешной. 90% нового материала и где-то 10% шуток, которые вы видели по телевизору. То есть, да, может быть. То есть для нас концерты, мы не называем их гастроли, для нас это стендап. Мы приехали делать, пейте стендап, мы не приехали сюда как артисты. В первом очереди жалко, что жалко сюда не приходят. Мы не любим фотографироваться, давать какие-то пресс-конференции. Мы не стремимся к звездности и так далее. Мы занимаемся стендапом. Нам это очень нравится. И наше каждое выступление, это мы делаем стендап. Мы не приехали на гастроли. Нагладьте нам костюмы. Получите лучшее. Немножко мы по-другому относимся к этому. Ну, до корпоратива подвошают уже? И корпоративы мы тоже рассматриваем как выступление. Потому что на корпоративах, как правило, очень сложно выступать. Если ты эту стену среди людей, едящих, пьяных и так далее, своим выступлением пробиваешь, это колоссальный опыт. Вот так ваш земляк, Пашка Воля, ведь у него он же гиперуверенный человек. Я имею в виду, то есть на сцене, но он очень уверен, ему все равно, что происходит. Но это он только благодаря множественным количествам выступлений добился. Ну, если бы пример восхваляющий эспензер. Последний. Последний план. План на будущее. Не хотели, можно, теперь какое-то снятие? Самое лучшее. Как Гамди, Клавин. Я думаю, у каждого из нас один план на будущее, это записать свой концерт. Свой концерт, все, сольный, да. Подготовить его, сделать самому, практически, желательно. Смонтировать его, желательно. Да, ну, короче, сделать свой концерт. Спасибо вам. Вчера выйдет в Самаре. А вы как относитесь к Самаре? Ну, разделились мнения, да? С Тешим? Хороший город, там же рядом Тольятти, там, и там, там, как бы это назвать? Ну, давайте назовем по названию, там, АвтоВАЗ. Я хотел назвать, что там русские машины, но там больше АвтоВАЗ, наверное, все-таки. И я придумал там шутку, что на Самаре, на Тольятти никогда не нападут трансформеры. Они просто не захотят принимать облик машины. Пейте, у вас тут ничего нет, кроме ядерных отходов. Я думаю, иногда вы видите веселые вещи в городе, по типу человека, который... Ну, ладно, не буду разгонять диетерные отходы, это плохо сейчас, сейчас все плохо. У меня все хорошо. Ну, как относительно, знаете, то есть я как бы купил в Москве квартиру, и я не понимаю, у меня сейчас все хорошо или все плохо, потому что я взял ее в ипотеку, и ладно, в ипотеку, там просто сумма, я взял ее за 9 миллионов рублей на 20 лет. Не, я надо посмотреть контракт, возможно, там на 20 тысяч лет, или... Просто она однокомна, чтобы вы понимали, понимаете? Я купил недолго хрущевку, девятиэтажную, шестью подъездами. Нет, это однокомнатная квартира, она очень маленькая, 40 квадратных метров. Знаете, сколько 40 квадратных метров? Вот, смотрите, вот такая у меня квартира, смотрите, вот. Вот такая, смотрите, внимание. О, вот такая. О, понимаете? Все, я вот здесь вот ем, вот здесь вот сплю, вот здесь в туалет. Это как квартира, я такой, знаете, политический заключен. Вот есть, отдыхать и немного входить в туалет. И я не понимаю, как, конечно, 9 миллионов могут ассоциироваться с однокомнатной квартирой. Я каждый раз, когда просыпаюсь у себя в квартире, я думаю, должна быть еще комната. Должна. Я заделываю ее во время ремонта.